В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях Елена Мариновская, директор Института конфу ЦРГУ имени Есенина. Здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим мы сегодня о фестивале китайского кино, который прошел на этой неделе. Елена Леонидовна, фильмы, которые смогли увидеть зрителей, по каким критериям они отбирались? Мы всегда очень тщательно подходим к отбору фильмов, потому что понимаем, что наша аудитория разнообразна. Конечно, это прежде всего наши студенты, которые изучают китайский язык на разных направлениях подготовки. Это наши слушатели Института конфу ЦРГУ, которые приходят к нам учить язык уже как свое желание узнать китайский язык и китайскую культуру. Это жители города, которые просто зашли в кинотеатр, увидели интересную афишу. И нам тоже очень хочется, чтобы они познакомились с самыми, наверное, пожалуй, основными гранями китайской культуры. Вот это основные критерии. Ну и, конечно же, разные жанры, рассчитанные на разные интересы, на разный возраст. Ну и еще преследуемые образовательные цели тоже, потому что некоторые фильмы намеренно отбираем с субтитрами, причем не только с русскими субтитрами, но даже с английскими. Вот эти фильмы, они уже, получается, были в прокате? Да, совершенно верно. Это классика кино или что-то новое? Стараемся и классику представлять нашим зрителям, и какие-то новинки тоже находим, безусловно, уже побывавшие в прокате, потому что все равно цель фестиваля – это культурно-образовательное. И, пожалуй, именно представив разные жанры – и фэнтези, и боевые искусства, иногда даже мультфильмы – мы таким образом показываем зрителю нашему, что китайская культура тоже очень разнообразна, а где-то очень похожа на нашу. Какие фильмы уже, может быть, не раз показывались? Есть такие ленты? Да, и это, наверное, абсолютно оправдано, потому что здесь абсолютно закономерно, что фильм «Конфуции» мы показывали несколько раз. Фестиваль у нас в этом году проходил уже шестой раз, а фильм «Конфуции» мы поэтому повторяли. И, наверное, это не случайно, потому что это одна из интерпретаций жизни, деятельности этого философа. Мы несколько раз показывали фильм «Герой» очень известного китайского режиссера Джанна Емоу, потому что, пожалуй, это один из самых знаковых фильмов, с которого можно начинать знакомство с китайской культурой через кинематограф. Расскажите о фильме «Дама династии» Янгу Фэй. Что это? И это историческая драма. И, наверное, это тоже еще один способ познакомить разного абсолютно зрителя, но и наших студентов в том числе, с, наверное, уникальной очень цивилизацией, с уникальной культурой, с ролью женщины в этой культуре, потому что там тоже нужно искать женщину. И это история одного из императоров династии Тан. А династия Тан – ключевая династия в развитии Китая. Поэтому фильм и исторический, и интересный, и зрелищный, то есть всем целям отвечающий. А вот с субтитрами, но не на русском, а на английском языке, был заявлен фильм «Какими мы будем?» О чем эта картина? Это романтика. Это, скорее всего, для молодежи. Отбирали специально, потому что здесь, конечно, цели, вы понимаете, что прежде всего образовательные. Для студентов, изучающих разные иностранные языки, вот эта возможность тоже уникальна, потому что через визуальные воздействия, через слуховые воздействия слышать речь на изучаемом языке, да еще читать на другом изучаемом языке – это, наверное, дорогого стоит. Поэтому такие мы тоже цели преследуем. И когда это еще интересно, тем более для молодежи, потому что сюжет там действительно увлекательный, тоже интересная линия просто у молодых людей, которые встречаются, расходятся, опять встречаются. Поэтому, наверное, это будет интересно нашим студентам и не только. А как-то потом уже после фестиваля, на лекциях вы обсуждаете эти фильмы? Студенты приходят, что-то спрашивают? Вообще, наша все время задача была сделать так, чтобы со студентами приходили преподаватели, потому что, как я уже говорила ранее, действительно образовательная цель стоит перед нами всегда. И да, безусловно, и обсуждения проходят, и какие-то работы студенты пишут, и впечатлениями делятся. И, кстати говоря, потом уже по следам этих впечатлений мы думаем о том, какие же фильмы показывать на следующий фестиваль. А насколько популярно вот это направление изучения китайского языка сейчас? Сейчас оно, наверное, находится на пике популярности в силу разных обстоятельств. И, наверное, я думаю, что мы стараемся этому веянию времени отвечать, потому что предлагаем очень широкие возможности и студентам нашим, которые китайский язык могут выбирать и на педагогическом направлении, и на переводческом, и как первый язык, и как второй, и как третий. И предлагаем очень широкие возможности по обучению китайскому языку всем абсолютно жителям города. К нам приходят и школьники, и их родители, и иногда даже более старшие поколения приходят, потому что ведь язык можно изучать и через культуру. И эти возможности мы тоже предоставляем. И все наши мероприятия, которые кажутся только развлекательными, тоже несут себе вот эти образовательные цели. А я знаю, что сейчас в РГУ учатся китайские студенты, они тоже являются участниками фестиваля. А что они изучают? Они изучают русский язык, наверное. Да, для них, конечно, основная специальность – русский язык. И они тоже на самом деле получают массу удовольствия и пользы от такого рода сеансов, потому что вообще-то фильмы дублированные. Поэтому наши студенты узнают особенности китайской культуры, а китайские студенты заодно еще и русскую речь слушают. Насколько большая вот эта группа китайских студентов, которые учат русский язык? Сейчас у нас учатся около 40 студентов из Китайской Народной Республики, из разных городов, из разных провинций. Больше всего их, конечно, из провинции Цзилинь, потому что именно там находится вуз-партнер Рязанского государственного университета, Чанчуньский университет. Но, тем не менее, они из разных городов приезжают, и они учатся у нас и на направлении бакалавриата, и на направлении магистратуры. У них два иностранных языка – русский и английский. Когда они приезжают, как вы им помогаете адаптироваться здесь, в Рязани? Ой, это, наверное, да. Задача одна из самых сложных, потому что постепенно, наверное, кто начинает узнавать русскую культуру, китайскую культуру, сначала сталкивается с огромным количеством различий, а потом все-таки находит много схожего. Поэтому мы просто много времени с ними проводим, стараемся сделать так, чтобы они были участниками абсолютно всех событий, которые у нас происходят. И коль скоро они являются студентами института иностранных языков, там есть и другие иностранные студенты. Поэтому мы их общение просто стараемся плодотворно, эффективно и достаточно часто организовывать. Насколько я знаю, что у каждой группы есть какой-то куратор. Безусловно, и поэтому, да, и студенты за ними присматривают, так скажем, магистранты, которые постарше, они присматривают за студентами-бакалаврами. Наверное, большое подспорье заключается в том, что преподаватели из того же вуза-партнёра тоже приезжают, и они тоже нам помогают вот в этой социальной адаптации, просто по-человечески помогают налаживать общение с нашими новыми студентами, потому что, конечно, им сначала тяжело. В рамках фестиваля были запланированы различные мастер-классы, в том числе по каллиграфии. Я правильно понимаю, что это разовное занятие, но где можно продолжить обучение тем, кто захочет этим заниматься? На самом деле у нас существует в Институте Конфуция клуб любителей китайской культуры, и мы приглашаем всех абсолютно желающих, то есть здесь абсолютно не обязательно быть постоянным слушателем наших курсов, на вот такого рода занятия, потому что прекрасно понимаем, что для кого-то это может быть развлечение, для кого-то это может стать каким-то любимым делом, а для кого-то это всё-таки путь к языку. Поэтому эти занятия мы организуем, и это не только каллиграфия, это и какие-то фрагменты китайской живописи, это какие-то фрагменты вырезания из красной бумаги, это какие-то ещё элементы культуры, и стараемся приурочивать их к праздникам, которых в Китае много. Отдельная тема – это чайные церемонии китайской кухни. Вот в этом году чем радовали? Знаете, с одной стороны скажу, что не были оригинальными и радовали китайскими пельменями, потому что это, наверное, самый традиционный элемент китайской кухни, когда о ней начинаешь говорить впервые. И здесь рушится один из стереотипов, что пельмени – это традиционная русская еда, отнюдь нет, придумали их действительно в Китае. Китайцы их немножко по-другому готовят, и вот этот мастер-класс они представляют нашим всем абсолютно гостям, которые приходят. Это всегда пользуется популярностью, потому что мы даём возможность не только попробовать на вкус, но и попробовать сделать. То есть такой интерактивный получается мастер-класс, и через это тоже можно познавать культуру. Пельменями в Китае встречают, поэтому мы встречаем именно этим блюдом. Но отчаянная церемония – это отдельная философия, отдельное искусство, неспешная, красивая и тоже очень познавательная. Представители китайской стороны ежегодно приезжают на фестиваль? Да. Во-первых, у нас есть уже штатные, скажем так, сотрудники, которые приезжают из года в год работать с нашими студентами. И да, приезжают, конечно же, в гости тоже. В фестивале, насколько я знаю, это ведь только небольшая часть работы Института Конфуции. Вот чем вы ещё занимаетесь, помимо подготовки специалистов? Вообще наше полное название – научно-образовательное подразделение Института Конфуции. Поэтому у нас три основные направления деятельности. Но вот эта вот культурная составляющая, о которой мы только что говорили, образовательную тоже затронули. Это действительно китайский язык для разных категорий слушателей, для разных студентов. И здесь, смею заверить, мы достигли серьёзных успехов, потому что наши студенты выигрывают очень серьёзные конкурсы. И совсем недавно наша магистрантка вернулась со всемирного конкурса на уровень владения китайским языком, где вошла в 15 лучших в мире. Для нас это действительно очень серьёзное достижение. Ну а научная наша составляющая – это наше исследование в области методики преподавания языка и в области перевода, потому что через это тоже познаётся культура. И скажу о том, что наши переводы древнекитайских поэтов на русский язык уже достаточно известны. И это наш способ познакомить всех желающих с китайской культурой. А с другой стороны, мы переводим поэзию Есенина на китайский язык. И два года назад в нашем ВУЗе-партнёре в Китае открыли центр имени Сергея Александровича Есенина. Так что теперь у нас есть вот такое подразделение ещё и в ВУЗе-партнёре, но оно занимается, конечно же, русским языком и русской культурой. А вот вы упомянули про победу на конкурсе. Что это даёт студентам? То есть это дальнейшая какая-то возможность строить карьеру? Конечно, да. Для студентов это на самом деле событие вот такого масштаба, скорее даже историческое. Потому что это не только колоссальный опыт и колоссальная, наверное, подготовка и база, но это и возможность, во-первых, заявить о себе совершенно на другом уровне. Это возможность получить очень серьёзные возможности стажироваться в абсолютно разных ВУЗах в Китайской Народной Республике. И потом действительно, ну, хотелось бы, чтобы вернулись сюда и продолжали строить карьеру здесь, и готовили таких же достойных студентов. Но кто-то остаётся и там, потому что действительно это очень серьёзный трамплин. А для нас просто ещё одно доказательство, что мы можем достигать подобного уровня и уже имеем достаточную методическую базу. Кем, как правило, работают студенты? То есть это переводы либо обучение? Это переводчики или преподаватели, да. Чаще всего это так или иначе связано вот с этими двумя видами деятельности. Какие планы дальше по развитию? Что-то, может быть, хотелось на какое-то ещё направление открыть? Ну, мы пока думаем, наверное, про художественный перевод, потому что здесь действительно определённые успехи уже достигнуты. Методика преподавания опробована. Совсем скоро выходит ещё один очередной учебник по методике преподавания. Поэтому эти возможности есть. И мы понимаем, что у нас очень надёжный партнёр с китайской стороны. И, возможно, через год у нас всё-таки запустится магистратура, в которой будут обучаться и наши студенты, и китайские, потому что программа будет называться «1 плюс 1». То есть год студент будет учиться у себя на родине, год будет учиться в вузе-партнёре. И на выходе будет получать диплом двух университетов. Это, наверное, возможности наших студентов расширит, безусловно. Ну и, конечно, хотелось бы послушать китайскую речь. Может быть, что-то из Есенина на китайский? Я китайским языком не владею. В данном случае я вот тот уникальный вариант, когда я только с языком-посредником работаю. И, знаете, иногда нахожу в этом свои плюсы, потому что у меня действительно абсолютно получается взгляд со стороны, взгляд исследователя, взгляд преподавателя, а переводчики всегда рядом. А всё-таки учить язык можно где угодно. Вот почему вы считаете, что лучше прийти к вам? Я убеждена, что лучше приходить к нам по той причине, что, во-первых, наше подразделение – это подразделение университета. Это означает, что мы несем полную ответственность за каждого нашего слушателя, будучи просто преподавателями высшего учебного заведения. А именно это диктует и следующую причину. Это значит, что с нашими слушателями, абсолютно со всеми, работают высококвалифицированные специалисты, которые также работают и со студентами. То есть уровень владения языком абсолютно не вызывает никаких вопросов. Ну и, наверное, третья причина – это те возможности, которые мы предлагаем, потому что ни один существующий центр в Рязани, наверное, этим возможностям всё же не обладает. Это и различного рода стажировки, это и участие в конкурсах, это и различные подспорья с точки зрения материалов, и очень серьёзная методическая база. В гостях программы «Городские встречи» была Елена Мариновская, директор Института конфу ЦРГУ имени Сергея Есенина. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова